Сегодня 20 сентября. По прогнозам предпоследний теплый день и буквально послезавтра уже температура ночью опустится до плюс одного и днем будет не более 10-13 градусов. И это значит, что пчелы прекратят свою активную деятельность, они будут собираться уже в своих ульях, греться и готовиться к зиме. И сегодня они как будто бы взбесились, но на самом деле они просто чувствуют приближение холодов и готовятся, хотят успеть как можно больше заготовить меда себе на прокорм, потому что понимать, что скоро взять его будет некуда. И сейчас идет в ход все. Буквально они таскают нектар с последних ягодок, малины, ежевики, они собирают падевый мед с росы, с этой липкой жидкости, которая находится на листьях растений. В общем-то, всего подряд. И я сейчас попыталась срезать оставшиеся кусты мелисы на засушку, но они мне не дали этого сделать, потому что там еще есть цветы, с которых они собирают мед, и меня просто прогнали. Так вот, понимая, что пчелам нужно еще и помогать им, да, приготовиться в зиму, не уйти голодными, мы, как и многие пчеловоды, закармливаем их перед зимой с сахарным сиропом. Сейчас те, кто у нас покупают мед постоянно, наверное, округлили глаза и сказали, господи, что за мед мы покупаем? Это, оказывается, мед из сахарного сиропа. Но, друзья, хочу вас успокоить и объяснить, что на самом деле тут совсем другая история. Дело в том, что мед, который пчелы заготовили себе на зиму, ну, должны были заготовить, мы его взяли, мы его откачали, мы его запасли себе и продали. И так происходит всегда и у всех. А тот мед, который пчелы себе упаковали в соты и думая, что они могут прокормить себя и потомство этим медом всю зиму, этот мед, он не пригоден им для корма, потому что у нас здесь в этом году рапсовые поля. И мед, который пчелы таскают с рапса, а также из подсолнечника, это очень твердый мед, и его нельзя пчелам кушать в зиму, потому что он забивает кишки, твердеет, и пчела гибнет. Поэтому нам обязательно нужно изымать этот мед у них из ульев и закармливать их с сахарным сиропом сейчас, чтобы они могли себе изготовить из него мед для пропитания себе и будущему поколению. Те пчелы, которые сейчас кушают сахарный сироп, чтобы сделать из него мед, эти пчелы больше не будут ни таскать мед в следующий сезон, ни жить, они все погибнут. Просто сейчас у них задача сделать, подготовить поколение на следующий сезон. То есть сейчас у них там детки, этих деток нужно кормить, вот они их кормят. И получается, что детки, которые встанут на крыло к весне, они будут уже самостоятельно таскать мед, нектар с настоящих цветов, которые весной уже появятся. Поэтому тот мед, который делают пчелы сейчас себе на прокорм себе и потомству, это мед чисто рабочий, и до потребителя он не доходит. Это вот так, чтобы вы не волновались, что мы вас, может быть, кормим каким-то неправильным медом. Конечно, есть недобросовестные пчеловоды, которые даже весной и даже летом дают пчелам сахарный сироп, чтобы они больше носили меда. Но мы этого не делаем, потому что наш мед мы кушаем сами, и вся моя семья, мы хотим себе только лучшего, поэтому и поступаем честно. Вот, и в следующем видео я расскажу вам о том, что мы придумали, наши пчелы теперь, так же, как и мы, еще и потребляют эфирные масла. И это очень интересное открытие, о нем я расскажу в следующем видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!